То, чего многие так ждали, произошло. Олег Кононов уволен с поста главного тренера «Спартака». Я говорю «уволен» неспроста. Я читал формулировку на главном сайте «Спартака», что это такое решение самого тренера, хотя в действительности это нечто среднее между увольнением и отставкой. Решение было принято, окончательное решение, насколько я знаю, в перерыве матча, терпение лопнуло. Но, по большому счету, Кононов уволил ни Федун, ни Цорн. И сам он, конечно, не подавал ни в какую отставку. Если бы Кононов хотел уйти, он бы это сделал гораздо раньше. Я писал то самое открытое письмо, на которое Кононов, естественно, не ответил и не должен был, но ответил косвенно. Когда его спросили коллеги после очередного поражения, о том, не собирается ли он уходить в отставку, Кононов сказал «нет, я буду работать, я работаю 24 часа в сутки, буду работать до того момента, пока не придут победы». Победы не пришли, и Кононову не дали работать. Не потому, что какие-то плохие дяди ему это не дали сделать, ему, как мне кажется, его уволили трибуты. Как я уже сказал, ни Цорн, ни Федун, Кононова уволили спартаковские болельщики. Его уволил, если можно так выразиться, спартаковский дух, который его назначал. Но его назначали не трибуны, его назначало некое мифическое сообщество людей, поборников старого спартаковского стиля, бесковского футбола, о котором на самом деле мало кто имеет реальное представление. А уволили его банально ногами, руками и своими голосами болельщики Спартака. Потому что сначала это было просто какое-то освистывание, просто флешмоб неких энтузиастов, которые там вывешивали пиджаки. Потом проклятие в адрес Конного стали кричать целым сектором, потом целой трибуной. Сейчас проклятие в его адрес кричал целый стадион. Я думаю, это очень сильно повлияло на решение руководства Спартака все-таки попрощаться с Олегом Георгием. Это, на мой взгляд, стало главной проблемой Конного в Спартаке. Он просто оказался не готов к этому колоссальному давлению. Его раздавила ответственность, его раздавила вот эта огромная, огромный сгусток энергии под названием спартаковские болельщики. И отсюда все его метания. Сначала разговоры о бесковском футболе, о романтичном стиле, которые потом трансформировались в разговоры о первенстве результата, о том, что ничего важнее результата нет. И потом все это воплотилось в непонятное нечто, да, вот эти разговоры о футболе Ливерпуля. Кононов не мог понять, что он хочет от Спартака. Поэтому такой результат. Не получилось ничего. Это была какая-то серость, просто неопределенное нечто. Еще раз это повторю. У него был один Спартак, который он получил в наследство от Карреры Рианчо. Этот Спартак ему не понравился. Ему дали другой, дали провести чистку зимнюю. Другой тоже оказался, да, не тот. И вот с третьим Спартаком, вроде бы, Кононов должен был наконец начать добиваться результата, но и третий Спартак не вышел. Кто виноват? Первый Спартак, второй Спартак или третий? Нет, конечно, виноват Кононов. Но и давайте не будем снимать ответственность с тех людей, которые ему продолжали доверять до конца. И, как мне кажется, практически потеряли шансы спасти этот сезон.